привет всем снимаю коротенький обзорчик иллюстрации которые мы с ней снимали рисовали с моими учениками это в основном такие вот открыточки к разным праздникам ну или просто смешные милые няшные рисуночки вот был год собаки мы их рисуем в основном с детьми дети сами придумывают вот щеночек спит и пускай он видит сон вот подарочек и они допустим хотят использовать какие-то другие цвета и рассказываю про то что какие цвета поддерживают друг друга и как будет лучше сделать объясняю почему мы делаем так или иначе и рисуем то есть придумываем картинку вместе на ходу опять-таки здесь очень много всяких интересных нюансов как создать фон разводы фактуру как нарисовать белое и так далее вот еще такой сапожок с подарками с милым мешуткой прикольная белка загорающая тоже мы подсмотрели ее в интернете я уже говорила что мы смотрим и вдохновляемся работами других художников акварелистов и совершенно этого не стесняемся я считаю что если кто-то будет срисовывать меня это большая честь и мне наоборот будет приятно если с меня будет срисовывать ну с моих работ естественно поэтому не очень понимаю тех людей которые говорят что ай-яй-яй вы украли работу ничего подобного люди учатся и они срисовывают то что им нравится если работа есть в интернете это значит что полмира их уже срисовала и мы тоже и совершенно не стесняемся можем сказать большое спасибо авторам за то что у них такие прекрасные картины и они вдохновляют людей на то чтобы заниматься творчеством развиваться учиться рисовать такой прикольный попугай тоже детям очень нравится эта картинка потому что нужно брызгать ляпать и баловаться как только ты захочешь вот это вот картиночка на развитие фантазии тоже на ней урок очень интересно построен опять-таки если вам нравится какая-то из картинок которые я показываю пишите в комментариях и я для вас сниму по ней видео урок рассказывая так как я рассказываю деткам и учу их рисовать элементарные формы между прочим вот эту картинку мы рисовали с детьми 4 от 4 лет и здесь очень много кружочков треугольничков овальчиков разных простых форм из которых состоят эти котики и очень хороший развивающий урок получается опять-таки очень эмоциональный и веселый но вот эта вот картинка она так выглядит как иллюстрация потому что она очень простая но даже не знаю вряд ли похоже на открытку хотя почему бы и нет вот такой вот медвежонок здесь добавлением графики здесь ручка использована такая вот прекрасная свечка просто есть тематические новогодние открытки с изображением грядущего года там год собаки петуха и так далее есть вот такие нейтральные которых можно нарисовать много и дарить всем родственникам на все праздники новогодние прекрасные красивые спецэффекты здесь используются опять-таки рефлексы отражения ну и много нюансов таких которые может рассказать учитель что зачем идет чтобы сделать это быстро и правильно опять добавлением графики такие вот новогодние игрушки опять-таки какие-то работы попроще какие-то посложнее в зависимости от того с кем я работаю я интерпретирую и подаю материал по-разному прекрасная свечка и и все уже сто пятьдесят тысяч раз рисовали его тоже такой вот пингвинчик замечательный добрый еж любимая тема это снеговички вот еще одна свечка вот эту открытку мы рисовали с детьми 8 9 10 лет и они справились они сами выбрали такую сложную работу но справились прекрасно как раз в прошлом новом году еще попугайчики это открытка даже виде открытки ее можно подписать вот здесь использована красивая серебристая краска не знаю видно на камеру или нет но она такая как бы перламутровая ну поверьте мне на слово прикольный хамелеончик абсолютно стиля чикит кстати это мы рисовали со взрослыми можно даже на подарок я думаю мужской части населения такую забацать очень даже красивая опять-таки кактусы вот кстати я всегда говорю что даже когда я повторяю одну и ту же работу они выходят разные да вот пример кактусики примерно одинаковые но разница есть есть разница по цвету по яркости потому что разная бумага разная бумага по-разному держит цвет на к на некоторых бумажечках цвет выглядит ярче на других тускнее но допустим на этой спецэффекты лучше она этой краска расплывается по-другому работа красивая все зависит от умения управлять этой краской от контроля воды и цвета поэтому если вы на простых уроках научитесь идеально контролировать то что у вас происходит на листе вы сможете починить акварель и живопись на любой бумажке поэтому поначалу лучше использовать профессиональную а потом вам уже будет не особо важно просто более приятно работать на профессиональной ёж прекрасная лама вот не помню как называется тоже меня дети просвещали как это героиня называется как же без единорога прикольного такого вот это вот весенняя открыточка она у нас тоже форме открыточки тоже сюжет взят откуда-то из интернета вот дети дарили такую своим друзьям подружкам лучшим мышь бесподобная это немножечко другие картинки да нежели те что я показывала раньше более иллюстративные более декоративные они более плоские более яркие более стилизованные но тоже очень кайфовые вот такую мы маме на 8 марта рисовали ну и вот наш последний новогодний мишка так что иллюстрации мы тоже рисуем и если вам понравилось то что вы увидели или вы хотите предложить мне какую-то другую тему для того чтобы снять для вас видео урок пишите в комментариях и мы сделаем эту стопочку вот такой же большой а по этим простым картинкам я сниму другой видео обзор так что до встречи подписывайтесь на канал чтобы не пропускать видео ставьте лайки рекомендуйте в соцсетях делитесь этими видео и будем вместе учиться рисовать все всем пока до новых встреч пока